Привет! Сегодня я хочу поговорить с вами про ЛТВ. Я снимал ролик на эту тему уже около двух лет назад, и он отлично залетел на YouTube, и поэтому я решил освежить эту историю уже здесь, на этом канале. Сейчас из этого ролика вы узнаете, что такое ЛТВ, как его считать, почему эта метрика на самом деле вообще крайне важна, что с этим делать и как на него влиять. Но перед тем, как мы начнем, обязательно подпишитесь на канал, потому что если подпишетесь на канал, ваш ЛТВ полетит просто в космос. To the moon. Погнали! Итак, что такое ЛТВ? ЛТВ – это жизненная ценность, именно условно доход, который вы получаете с клиента за все время его жизни. Давайте приведу для примера. Очень простого мы говорим про ЛТВ и про многие метрики, включая, скажем так, мобильных приложений как бизнеса, но это полностью транспортируется абсолютно на любые другие активности. Также я сегодня приведу пример, например, про спортзал. Давайте очень простой кейс. Вот, например, вы пользуетесь вся музыкой. И в среднем так получается, что усредненно вы пользуетесь сервисом. Это неправда, но мы берем для примера. Вы пользуетесь сервисом музыки, компания понимает, в среднем 3 месяца. Стоимость подписки в месяц – 10 долларов. Соответственно, получается, что вы регистрируетесь в какой-нибудь сервисе музыки, не буду называть, да, именно. Получаете там, делаете подписку за 10 долларов в месяц. И в среднем вот все количество людей пользуются этим сервисом по подписке 3 месяца. Понятно, что кто-то, кто-то пользуется 8 месяцев, кто-то год, а кто-то два, а кто-то отключает после первого месяца. Но усредненно, усредненно мы просто предполагаем, что это 3 месяца. Следовательно, ЛТВ для данного сервиса подписки посчитать очень просто. Мы берем ежемесячную стоимость и умножаем на количество месяцев, которые люди покупают данную услугу. Окей? Все очень просто. Соответственно, ЛТВ – 30 долларов. Почему эта метрика крайне важна? Потому что если вы продаете какую-то услугу, какое-то мобильное приложение, цветы по подписке, доступ в спортзал, например, за 10 долларов, то получается, что вы очень сильно себя ограничиваете в возможности и оперируете понятием средний чек, да? То есть вот эти 10 долларов я продал сразу, получил их, и вот это круто. Вы себя очень сильно ограничиваете в возможностях масштабирования и роста по вашей юнит-экономике. Потому что каждый раз, когда вы покупаете пользователя дороже, чем за 10 долларов, те, которые вы сразу получаете от него, да, в месяц, вам больно. То есть получается, что вы не понимаете, что как будто вы закапываете деньги. И уже купив пользователя, например, за 15 долларов, вы такие, блин, я 15 потратил, получил 10 обратно, все интересно, неинтересно, закрываюсь. Но это не так. Потому что как только вы начинаете оперировать понятием LTV, вы понимаете, что пользователь, за которого вы заплатили 15 долларов, принесет вам 30, 30 долларов, и вы уже в плюсе. Почему это важно? Я встречаю довольно большое количество стартапов, которые считают LTV очень за короткий период времени. Ну, то есть, например, есть вот фудтех-стартапы, да, там, Еда. Одни из известнейших, я сейчас не могу оперировать конкретными цифрами, но давайте поговорим, например, про какую-нибудь там кухню на районе, да, вот условный там прикольный, прикольный кейс. И вот один из таких стартапов, там, области еды, выяснил, что у него LTV за год, за год составляет там энное количество рублей. Не знаю, давайте, для примера, там, 10 тысяч рублей. А клиента он покупает, ну, например, за, там, за 3 тысячи рублей. И получается, что, окей, он может сейчас тратить, понимаете логику, на одного клиента не 3 тысячи рублей, а, например, 5 тысяч или 6 тысяч, даже до 10 тысяч рублей, если он выходит в стратегию роста. Если ему нужно захватывать именно рынок и расти вот прям очень круто, то он уже сейчас понимает, например, он за 3 тысячи рублей купит сейчас, там, 100 клиентов, а если он решит, что он может тратить 10 тысяч рублей, то он может купить уже тысячу клиентов и, соответственно, стать более крупной компанией и пойти по пути роста. Но теперь смотрите с вами простая магия. Например, если люди, там, заказывают доставку продуктов на дом, и они привыкают к этому сервису, есть понимание, что они, например, после года не умирают. То есть те клиенты, которые, там, прожили с вами около года, они дальше, дальше, да, остаются с вами, например, на 2, на 3 и на 10. И здесь в России нам очень трудно сейчас предположить, что такое будет с клиентом, там, через год, через два. Но весь мир живет горизонтами 5-7 лет. И, например, поднимая инвестиции, если вам нужно масштабироваться или делая что-то еще, вы можете уже оперировать понятиями ЛТВ не одного года, а, например, трех. А на трех годах у вас ЛТВ получается 30 тысяч, например, если за ЛТВ одного года было 10. И у вас, прикиньте, какая экономика, что вы сейчас тратите 3000 рублей на клиента здесь и сейчас. Первый месяц, например, с него ничего не зарабатываете. Но вы понимаете, что через три года он принесет вам в 10 раз больше денег. Прикиньте, какая инвестиция. Вот почему ЛТВ как метрика, как сущность крайне важна и гораздо важнее, чем условный средний чек. Причем мы с вами кругом живем в мире как бы ЛТВ. Вот прикиньте, вы приходите на бизнес-ланч, вам бизнес-ланч продают за 300 рублей. Вот очень простой пример. Вы думаете, они с этого что-нибудь зарабатывают? Ну, какие-то копейки. Но они понимают, что если они вас сейчас круто накормят, и вы потратите адекватные 300 рублей, то за следующие, не знаю, там полгода, каждый раз обедая у них, вы потратите не 300 рублей, а 30 тысяч. Или на заправку вы заезжаете, например. Почему программа лояльности всякие? Потому что они понимают, что вы каждый раз заправляетесь на 3000 рублей, уже через 10 заправок на одной и той же заправке оставите 30 тысяч. И поэтому люди заинтересованы и большой бизнес, ну и в целом, скажем так, многие продукты оперируют понятиями LTV, а не среднего чека. И это удивительная вещь, потому что это работает и пронизывает все. От, не знаю, там, от маникюра до все, где есть неразовые покупки. Даже у компании Apple с ее техникой есть LTV, когда они понимают, что люди меняют технику энное количество времени, и один клиент, которого они один раз привлекли своим маркетинговым бюджетом, принесет им значительно больше денег. Это вот было видео супер для начинающих. Многие, кто, на самом деле, скорее всего, оперируют этими метриками, вряд ли для них что-то открыл новое. Один из ключевых инсайтов, что вы можете мерить LTV гораздо более дольше. И еще раз, LTV – это то, сколько денег приносит вам клиент за все время жизни. Поэтому не забывайте подписываться на канал. Я надеюсь, что мы с вами будем долгое время. И самое главное, занимайтесь тем, что вы любите. Потому что то, что можете сделать вы, не сделает никто. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...